ребят ну что как дела вышел на улицу с кружкой погулять думаю я и кружка погуляю ну что кто хочет забрать эту кружку или футболку на твой выбор кружка или футбол есть такое лого будет не вне клоузера такой же такой же эмблемой будет хотелось бы на получить хотя бы 300 комментариев всего несчастных 300 комментариев и один из них я выберу самый активный получит кружку или футболку на твой выбор в следующем видосе я скажу кто заберет кружку или футболку на твой ребята полная подстава камеру забыл дома микрофон для телефона сломал ужас все равно покажу все снимать не буду но покажу хотя бы что мы приехали вчера на ярд я приехал один был один прошлый среда как вы помните заболел но это не точно может заболел не знаю вызвал никитоса потому что у меня два три по до москвы и одному я мог бы не успеть сдвигать билеты там нервничать из-за этого поэтому я решил просто вызвать никитоса никитос согласился приехал более того он собрал все машины мне все ездил на сан-франциско на хай-рэли собрал все мне машины и сейчас мы скейджел получается каждый каждую неделю делается клип сейчас в скейджел мы вкладываемся поэтому все думал будет огонь так что мы грузимся и едем на мичегон погнали сгрузились и вот уже почти погрузились сейчас последнюю красавицу загоним там покажу пойти вот это точило но люди конечно полные олени в этом плане что такую красавицу и на открытом трейлере это когда жена у тебя тела ты ее одно отпускаешь гулять вечером а еще и в бар вот что-то типа такого пример вообще огонь антоха давай давай братиш я понимаю тебе хочется поехать куда-нибудь повыпендриваться да ты шо посмотри аккуратно никитос никитос она очень низкая она очень низкая подожди 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 вот так вот давай потихоньку поехал низко какая видели да по нам гидравлику так ты поднимаю если ты паришься тогда выше и сделай выше брата вот эта тема давай еще выше со всех сторон поднимая бабушку эту бабушка зашевелился прикольно на гидравлике наказывается вот эта тема вот такая тачка прикольно не боись будь уверен как воин запомни есть милое говно а есть воин добра и света кто ты вопрос отлично давай кто поехал давай не боись как надеюсь там сзади не зацепится любой любой еще давать но больше только не буксуй пожалуйста окей еще чуть-чуть все парку я думаю нормально да отлично отлично он тебя на торчать будет ланчить сейчас придумаем и выезжаем на детройт тем сам нам удалось сделать все последнего я решил посидеть долгое время без углеводов решил сделать результат тренер с которым которыми пытается вести советовал попробовать без углевод значит есть только белковые продукты и много овощей можно это и будет частично небольшое количество углеводов без вот из овощей короче можно сколько больше овощей орехи это жиры имеет даже печенюшки все разрешено сделано но они только имеют вид печь печенюшек да потом от печенек ничего нет практически они сделаны не на муке то есть они без углеводов они сделаны на ореховой муке общем да поэтому там нет углеводов там есть полезные жиры за счет полезных жиров я буду жить но за счет того что не будет углеводов жир мой должен сгорать якобы рыба рыбу я уже часть съел сыр обезжиренный ну и зелень будет всякой там бабы вот эти вот я думаю что надо почти месяц продержаться но я не уверен что продержусь поэтому попробую просто этот trip и возможно я добавлю каких-то углеводов там в виде фруктов каких-то возможности быть тяжело но если я выдержу я попробую следующий рейс в общем такой challenge у меня чтобы реально привести себя форму я отказался из туглеводов поэтому ребят как вы думаете я выйдет я туда не попрощен у вас проблем мне не нужны на улице был классный запуск как осенью картофку копали как будто дымком где-то пахнет сразу раз вспоминает ой олень привет как делал паухи никогда не делайте так что я профессионал вам вообще никогда не вылазьте за линию когда ты олень тогда стремные моменты бывают капец просто пацаны капец уверенно себя войдет в поворот я уже не хожу просто жесть куда я заперся опять сколько раз я себе обещал что больше не ногой в жопу сигналит они мне еще первое так к сигналю выйду gps олень не gps а ты олень gps ну вот еще одни клоуны здесь стоят ничего страшно подождешь я страшно гляньте вон из моего драка уходи с шкалатками не нормально когда уже ты неделю просидел без углеводов то нормально можно жить короче поэтому вот пацаны 20 грамм здесь жиров не нужны жиры и минимум углеводы это вот до салат это углеводы но 25-30 грамм они нужны это сыр который достаточно с большим количеством жиром я сейчас беру потому что необходимо мне 165 грамм жиров в сутки белка 125 ну и все остальное неважно в принципе углеводов нет то есть овощей можно сколько хочешь обожраться и в холодильнике разумеется у меня все связано с этим вот это это не мое авокадо в одном авокадо 40 грамм жиров в день я съедаю минимум один сыр я взял пожирней как надо рыба да там морозилке еще лежит куча рыбы еще один сыр и там у меня лежит потом куча яиц я взял вот зелень это бабы одни бабы у тебя ну ими а бы я имел ввиду короче пацаны очень-очень много зелени базарить все красиво могут но взять и реально делать что-то это уже сложнее и я не знаю сколько меня хватит но мне пока нравится сам процесс сам чалочек до москвы ничего не буду есть в москве конечно я буду кушать все подряд пару недель я буду отдыхать потом приеду и начну опять скорее всего без углеводку эта система мне реально понравится кто хочет больше этого видеть что я буду есть сколько грамм я могу все каждый рацион принципе говорить но для youtube это слишком много поэтому instagram stories instagram stories каждый день я говорю что я ем сколько и того подобного короче кому интересно пожалуйста подпишись и обязательно мне напиши что ты с youtube я только проснулся никита съехал целый день я без углеводов уже второй трип что-то себя более-менее но всегда хочется чень вкусненького едем 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 разгружать машину идем точнее он и сколько там собралось печаточка что он калифорния я крышу надеюсь минуту не задели ничего раньше проверять конечно к эксклюзивная качка я цеплю я цеплю я цеплю я не как всегда самое сложное но еще что он считают все как слетят а здесь только девчонок какой красавая да ну так себе оде ключники тос ключи нету ты поверни его на а поставь он в середину тогда лишь эта кнопка у тебя снизу-снизу снизу кнопка вот там где палец вот это да нажимай нифига себе система кнопочная система была еще сто лет назад а нас удивили типа с кнопки все заводится нифига она уже была он вы поняли да те что новое это не новое это хорошо забытое старое тут вам ваша развалюшка и она прикольно дорогу держит а-а-а нифига себе держит нифига не держит нифига себе табаретка и глухо постоянно она вообще прикольная тачка но я такую не хочу спросить офф все она вообще красивая красивая тачка пацаны скажите очень классная сейчас сделаем инспекцию по выстрелу я в россии тоже, да? я в россии у тебя есть сертификация? да, у тебя есть, беда это специальная тачкация мы сделаем это глобал, поэтому я должен был глобал, я буду везти хорошо, спасибо большое спасибо, спасибо хорошие ребятишки живут так, любите американцы, американская жизнь типичная автобус который их отвезет на 4 июля куда-нибудь отдохнуть в лес домик хорошенький американская мечта, газоны все ништяк, короче ладно, валим дальше мы в джиме, время почти 11 вечера самое то, по зрению, народу почти никого нет сторисы заснимем сейчас поэтому, кто хочет больше видеть реалити шоу прямо в настоящем времени инстаграм обязательно там куча сторисов, короче, я снимаю когда не сплю, снимаю а когда сплю, не снимаю не, мы трюк двигатели мы просто обалдел мы только пришли а он думает мы лохи типа, говорит, все мы пошли зубы очистили и ушли обалдел как он так мог подумать про нас короче, я 2 недели уже без углеводов сейчас посмотрим, как будет приходить тренировка что, 2 недели я пропустил тренировок был очень tough schedule да, мне стыдно, это все отмазка, я понимаю ну короче, у меня не было тренировки 2 недели и 2 недели без углеводов и, ну, чувствую себя слабовато посмотрим, какая будет тренировка мы Спарта что, так слабо? о бой всех подсажу на эту тему, всех кто свяжется со мной лучше не связывайся, если ты дрищ все на исходе, короче не не надо без углеводов, пацаны не делайте этого очень тяжело но я кайфую все равно хе-хе-хе я кайфую от этого что, я только проснулся Никитас уже привез нас в Иллиной вон форт красный F-150 старенький из-за него заплатили кешер-чек ненавижу эти кешер-чеки у них как будто налички нет они наличку ведут, несут в банк и делают эту бумажку это бумажка ну, это деньги типа вообще тупость, короче 1400 баксов за эту машину из Сакраменто, Калифорния на Иллинойс, Чикаго и теперь мы едем на Мичиган скидываем все остальные машины 3-4-5 машин и уже начинаем сегодня же делать пикап то есть часть мы сегодня скинем и часть мы начнем сегодня забирать по-любому сегодня нужно ночевать и завтра, я думал, вечером мы уже уедем и по сфеджилу в пятницу все скидываем и забираем в субботу опять въезжаем я правильно ничего не соврал так точно каждую неделю проверяем все пины чтоб все четко было все в огонь все в следующий путь валим, валим, валим приехали мы с Никитосом скидывать этот рэм сейчас скидываем бэху и этот рэм погнали вау, че за фигня че за постала, ребят Как с этим быть? Как за это можно отвечать? Когда просто машина чья-то развалилась у тебя И вот здесь Потерла Парт от машины No parking loading zone А у нас unloading zone Это не моя, не знаю Разбирайте сами Протереть надо Чем-то ее Ёшкин кошкин О, W4 Еще подругой было, а то используешь О-о, подстава Веслаг прям снялся Ёшкин кошкин Нифигасе, пацаны Подстава Че же делать, че же делать А ничего не сделаешь Попануть бы чем-то На улице вообще нереальная жара Ну или реальная Так Я вот так и думаю, какая быха Она та белая, что ли Ключ где? А как ты хочешь ее загнал? О, учитель, хорошо Сейчас все выполним Ух ты, а это че такое? FBI Не, не для меня Ну, баню Все, я просто загоняю Я ничего здесь не трогал Я в перчаточках Опечатков моих, что ли, нет? Дай сюда Че там, учитель? Таня А зачем ее ставить под гидравлик? Чтобы не отпускать гидравлику в следующий раз А если что-то стучится Передняя Пусть Всегда так делаю Очень удобно Загнал и все Что ты сейчас будешь ее поднимать, что-то потом Травится же, нет? А здесь удобно поставить ее на хвост У нас с Эдреса, короче, дно отвалилось Прикинь? Похоже на грязь Ну, как бы, да Надеюсь, так и будет Надеюсь, они тоже так будут думать На ровном месте Поэтому кто-то, кто приходит на Карфор Мне говорят, ну я Я буду без темы идти Я такой, ага, конечно, окей Они сами по себе приходят просто Такие ситуации Просто где-то тачка на саду разваливается и все Причем Мерседес нормальный Я так битуль качаю Рэмс, рэмс, складывай Ну, жара на улице Резину вообще спалила уже Надо срочно менять 100 тысяч пробег уже резины нет Как новенькая вот А эту съела Вообще нет Необычные вещи происходят Че он шумит там? Слушай, не шуми, а Ставим, брат, все пальцы Все Дай, я пойду инспекцию сделаю Ай Это у вас Это у вас есть Это у вас есть Я буду искать инспекцию Окей, я буду искать название Я не знаю Окей Вот так вот Все очень просто Опасная работа Очень Мост 13 Проезжаем Потихоньку Пока, да? Все нормально Так 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 Едем дальше. Как всегда, заперлись бабушке за деревнями. Бабушки, не заказывайте машины у деревням твоей, пожалуйста. Делаем заправочку. Никитос там почищает ксички. Эй, не так сильно, тут что, гонишь что ли? Не так сильно, я бил одну салфетку немного и все. Давай. Эй, не промахнулся, давай 100 долларов. Да, сейчас едем в отель отдыхать, короче. Машину не успели одну забрать. Ну что, Мексика там, да? Это забор, который Трамп построил. Ништяк. Надежнее. Все, пусто. Осталось две машины скинуть. Ну все, они даже были забрать одну, прежде чем скинуть этих. И мы не успели. Дилер закрыт. Лодыри работать не хотят. Надо твой нефор 7 работать. Я с рыбаулы взял тоже. Че, куда она? Наверх. Ну понятно наверх, не вниз. Куда? Куда? А ты откуда знаешь, что здесь? Че так? Почему я первый? Поднимайся. Че им подстава, я не понять не могу. Че подстава? Че такая жара тут, ё-моё, а? У меня все накануне. Надо бы выбор вызывать, так далеко идти я не готов был. У меня все вообще. Калории распределены на каждый шаг. Немножко надо морщик приоткрыть. И затем их надо приоткрыть. Чтобы мы не спали до обеда, как в прошлый раз, блин. В прошлый раз мы до обеда не спали. Ну конечно не спали. 11.30 это не обед у него. Холодильник пустой, жадный какие, а? Мне тут поставили что-нибудь. Может бы я и сорвался бы, съел бы пиццу. Да у нас. Все, короче, и спать. Все, что скоро вставать уже. Доброе утро, страна. Ой, я подумал, может ты вдруг холодное мне возьмешь, не дай бог. Догадался, подгорячивать красавчик. Ты, Игорь, ты так продолжительно меня посмотрел. Без сахара, пацаны. Угу. Не, без сахара, пацаны. Кофе я не очень люблю. Я даже не знаю, привычка эта дебильная, выпить кофе утром. Конечно, в идеале его лучше задом было бы. Да. В идеале. Он тяжелый как бы. Тяжелый мотор туда ставить. Ну, 4x4 же есть там? Есть. То разверни, а потом 4x4 включи задом туда. Почему задом? Сейчас я вам объясню, пацаны. Вот этот рэм, он выдвигается. Конечно, здесь он все маленько выдвинут. Обычно его больше выдвигают, да? И шанс есть, что она немного прогнется постепенно, со временем, если здесь стоит мотор. Потому что здесь вспомогательная балка. Все нормально. Но когда ты ее выдвигаешь, она ослабляет. Тем более, когда она на кочках, она очень прыгает. Может немножко погнуться, и будет трубодела, короче. Поэтому лучше задом, потому что сзади двигателя нет. Зад гораздо легче, чем перед. По-любому диспетчер не знал, что это раптор. Обычно брокера всегда так делают. Пишут F-150. А раптор он шире. Он, ну, тяжелее его, короче, поставить куда-то. Да, да, нормально. Отлично. Красавчик. Еще немножко. Еще. 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 Еще немножко давай. Еще. Еще. Все, ладно, паркуй. Ну, давай ставь. Там есть же ремень. Он тяжеленький. Слоняра такой. Сам прикол в том, что сейчас придется еще три машины забрать. А потом скидываем Mercedes только. Плюс А4 скидывать опять. По-другому никак. Зато мы экономим целый день на пикапах и драпах. Мы за один день и собираем, ну, за полтора дня, собираем и скидываем. А если бы мы сначала скидывали, а потом забирали бы, было бы гораздо дольше. Это X4 модель. X4. Ха-ха. Маленькая такая. Мне надо X5 брать. Минимум. А лучше X4 стой. Тузик. Потерял ключи. Это не его машина. Ха. То и видно. Вряд ли такую купил бы. Смотри, вот Дэнт. Обязательно. Зафоткай его. А то это не его машина, тем более еще. Ладно. Поеду я. Катаюсь. На. Бэн. Ух ты. Прикольно. Юталючка. Играть, да? По-любому играть. Бэнв вообще я люблю. Бэнвэ. Я всегда любил, кстати. Бэнвэ ауди, вообще. Немецкие машины. Это что-то похожее на машины уже. Смотри, сколько там есть места. Еще. На паркинг поставил там, да? Да. Я всю свою работу сделал. Да, жесть. Походу мне будет весь вот. Блин, прям по башке, поаккуратней. Мущигай себе. Ну да, вот так вот машины и царапают, короче. Ой, жизнь. Бравей бери, бравей бери, братан. Бравей бери. Здесь ветки мощные. Ой, коряга какая нехорошая. Блин. Вот так вот мы и царапаем тачку. Четко. Блин, прям по рожью. Жесть. Я здесь до дома не буду ехать. Я хочу в кабину. Да тормози ты, блин. Четко шло. Камеру нельзя. Кому нельзя? Мне все можно. Приехали на какой-то завод Ниссана. Ну ладно, мне не нравится. Ты мне будешь указывать идти мне или сидеть? Я хочу сидеть. Ну, сейчас выясним, с чего они делают машины. Вот. Видите, как все выглядит. Давайте, запоминайте такую же сделайте в России. Я агент тайны. Резина живет конкретно, будем менять от 3. А почему ест? Потому что она шипит. Видимо, давления не хватало и ее попортилось. Реально нельзя снимать. Короче, они даже не разрешают делать инспекцию на машине в виде фотографий. Ну и, конечно, мы же умные. Мы как-то наставили там кучу скрачес. Он это увидел. Говорит, я не буду это подписывать. Машина новая. Хотя она не новая, она реально прям вся из трафана. Это какая-то, не знаю, как будто ее списывают в машину. Или что, но она со всех сторон. Разный парт, разный цвет даже и так дальше. Короче, но он нервничает. Он, видишь, показывает. И вот то, то виноватый. И то, то. Ой, клоун. У меня идея есть, короче. То есть, что? Поставь меньше царапин, и пусть он распишется, и имя напишет. И только сейф не делай, понял? Ну, в том, сделаем обратно и добавим царапину. И его имя напишут, понял? Сейф не делай. Ну, так я сейчас пофотую ее пофиг. Потому что они в жопу не будут. Да, вот, видишь, вот царапина. Видишь, он мне объясняет, типа, это не царапина, это можно очистить. А? Че, налей, что ли? Это не наш прав. Ну, в жопу. Да, пусть и чистит тогда, если хочет. Отмечай, отмечай. А то потом платить будут за это сам. Вот царапины. Вот, 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 вот. Стекло все есть царапанное, вон. На крыше какой-то клей. Нельзя тут снимать, нельзя. Вот я негодяй, да. Там, где нельзя, обязательно хочется. А там, где все можно, ну, даже нет интереса. У вас так же, нет? Напиши, если у тебя так же. Здесь, типа, тайна, какие машины, они, ну, они делают новые модели, видимо. И вот, значки Nissan все сняты, с колес все снято, все-все позаклеено. Чтобы не догадались, что это Nissan. Типа, по форме не видно, что это Nissan. Работаем. Весь трейлер пришлось разгрузить. Вот они, тачки. Чтобы сдать этот мерс. Мы зато делаем векапы и драпы. Поэтому, получается, очень много работы. Давай, брейтиш, я смотрю. Мы все смотрим. Аккуратненько, бампер не сорвай. Все черт. Нормалек. Пока доешь до дилера, не расфигачь ее. Тебе идет, братан? Нормально? Тебе идет, да. У нас с Никитосом много движений произошло. Давай я сам сделаю. Иди следующую загоняй. Дравлику там ставь на место. Загружаем как есть. Вот эта машина, она вообще идет на ярд. Она должна стоять где-то на трейлере. Но других вариантов нет. У нас сегодня еще куча пикапов. Куча лишних машин. Но это будет вообще пять раз работы больше. Поэтому решили ее поставить сюда. Надеюсь, это не мы сделали. А что, так даже красивее. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, да, Никитос? Это наше хобби. Загрузка раз, грузка. Офигеть! Тут вообще слетает. Вот так вот чуть-чуть совсем. Давай назад, братан. Да, здесь вообще, братан, хреново. Нормально. Руль ровно, ровно, ровно делай. Здесь вообще с краю стоит все. Вообще слетает, братан. Ровно делай руль. Туда выворачивай. Да, сейчас здесь куча места. Сзади особенно. О, нормально. Все так и иди. Четко. О, бой. Я думал, сейчас порвет колесо. Нет, обошлось. Глухая тетеря. Давай еще чуть-чуть. Еще. Еще. Окей, хватит. Цепляем, ставим остальные. И валяем. Сегодня у нас очень длинный день будет. Но зато сегодня мы вечером уедем домой. Нифига себе никто задом гоняет на мэрис. Красавчик. Аккуратно только давай. Потому что очень, очень крутой такой подъем будет. Да, нормально, давай. Давай, давай, не стой. Еще немножко давай. Еще. Еще. Все, паркуй. А я ясные дни. Оставляю себе. А я хмурые дни. Возвращаюсь у тебя. А я ясные дни. Оставляю себе. Ну что, у нас последний драп. Нифига себе, какая свеженькая. Надеюсь, это не китонс. Красавчик какой. Мэрс. Че ты шумишь? Вот мастер, чтобы Максом пошуметь. Ё-моё. Познакомьтесь с Максом, чтобы Максом шуметь. С кем приходится работать? Вот это машина инвойсовая. В Калифорнии на Охайо нам заплатили 1050 баксов. Ну, за легковушку это обычная цена. Когда машина инвойсовая. Че? Ты хочешь, что я еще работал что ли? Обалдел. Когда машина инвойсовая, это значит, что платят либо через 5 дней, то есть брокер дает им кредит типа. 5 дней, а бывает даже 30 дней на ждать. Но везде, где пишут 5 дней типа оплата, бред. Никогда почти через 5 дней ты не получаешь деньги. Дней через 10-15 только дозвонишься до них. Потом будешь уговаривать чуть-чуть 15 дней и как раз через месяц получишь свои деньги. Вот это вот минус в инвойсовых машинах. А когда наличка, сразу тебе заплатили и все. Либо cashier check, либо налички. Mazda 3. Start delivery. Короче, делаем инспекцию. Все. Едем. Едем дальше. Все. Последнее. Забираем наконец-то. Мы приехали сюда. Уже делали инспекцию здесь. Сейчас быстро грузим. И все. И прямиком валим домой. Я буду болеть всю ночь. Под утро сядет Никитос. Сдали все. И вот одно место осталось для какой-то машины. Фонда Одиссей. Вроде новенькая. Ключи? А они в парке лежат. Давай бегом. Кану или лечиться сожгешь. Ничего страшного. Загружаем и все. Прямиком валим. Ну вот. В итоге прикол в том, что трейлер мы загрузили все равно не так, как нужно. Потому что первая машина вообще вот эта скидывается. И Мерседес. Но поскольку нет смысла просто сейчас их перегружать. Потому что все равно там будешь перегружать либо здесь. Какая разница. Та же работа. Поэтому приняли решение загрузить, как оно есть. И уже Сан-Франциско, Сакраменто там начнем уже разгружать. Опять куча работы делать, короче. Зеркала всегда убирай. Вот так вот. О, классно. А я бы сейчас рукой как долба. По-любому сломал бы его. Давай, Мурзик. Отлично. Вот так вот. Просто отлично. Парковку поставь и брейк убери. Брейк убрал. Все. Оно не срабатывает так. Все, короче. Грузим. Цепляем. Высоту выставляем. И погнать. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова